так всем добрый день идем проходить сюда гранд старых евро 5 15 год пробег 175 303 затолкали сюда дождик по словам мастера сейчас он не заводится и заводится после снятия гбц не знаешь что было с головкой даже не интересно после того как сняли головку поставили обратно все собрали машина не завелась якобы еще был такой разговор до того как я буду снимать что якобы 50 на 50 если после этого она не запустит то есть гарантии никакой но какой-то вообще просто бред примерно я знаю что сломалась сейчас сейчас мы проверим все жидкости визуально проверим все ли целое все ли правильно подсоединили и потом проверим мою версию кстати аккумулятор наверно по-любому сдох его замучили я думаю надо его пытаться сразу ставить на зарядку хотя сейчас я проверю жидкости поставим забегу прямо чуть-чуть вперед может быть я и ошибаюсь но 99 и 9 процентов эти машины с топливными форсунками delphi евро 5 у нас с 12 года по 16 вот они delphi все происходит очень просто если правильно грамотно не прокачать форсунки то после запуска она работает 35 секунд глохнет и потом к все конец больше не заводится варианта 2 либо мы даем избыточное давление из запускаем ее сняв дозатора разъемчик либо снимаем с датчика давления топлива на рампе либо можно взять какой-то очиститель вот допустим брызнуть и раскачать хотя бы одну расклеить форсунку и потом потихоньку потихоньку она пойдет единственный есть момент тут тоже как как бы тоже скажу 50 на 50 есть последствия после того как они клинит либо там одна две форсунки из четырех уже выйдут из строя и работать будут не качество скорее всего сливать в обратку может быть все будет прекрасно сейчас все сделаем вот либо в дальнейшем уже в эксплуатации то есть будет небольшой задир на сухую и он придет тому что в ближайшее время они могут выйти из строя сейчас проверим здесь вот смотрю турбинка стоит ремень ролики новые визуально сейчас все посмотрим масло гур есть вот смотрите сразу момент шина свечей накала стоит вверх ногами и замкнула обголовку то есть она вот этим изгибом должна быть другую сторону вверх ногами стоит смотрим сразу силовой предохранитель силовой предохранитель вот он он выгорел на 80 ампер потому что шину замкнули предохранитель менять шину переворачивать свечи я думаю может проверяли не проверяли но прозвонит по мере с ними будем переворачивать шину так и по ремешку вроде все хорошо масло в двигателе просто нам надо будет ее крутить но как бы сейчас туда питание не идет на шину поэтому смысла нет так масло есть дальше смотрим все разъемчики на месте ли от форсунок так обратно вроде не вырубали уже молодцы топлива нигде не потекала датчик давления на месте на месте разъемчик верхний не отстегнули бывает что отстегивает верхний разъем и потом она датчик коленвала тому сверху и она не заводится нет там все на месте клеммы надо бы подтянуть слабенькая аккумулятор вроде на месте здесь все услождающая жидкость бачки новая свежие есть радиаторе чуть-чуть не хватает но это был воздух ушел дольется так так тут у нас топливные трубки обратка все вроде на своих местах попробуем жив ли аккумулятор этого следовало ожидать так приезжают все надо замучить до конца до самого конца и бросить нет друг с тобой сегодня уже разговаривал один звонок в день все у каждого так ставим пробуем ручную подкачку накачать мало ли меня устопленный фильтр что-то с датчиком воды сорвали резьбу лопнула резинка сгорел обогрев то есть сразу проверяем накачиваем до упора как обычно и и давим давим не уходит тут все хорошо не в целом если бы не шина свечей на кого-то на углах герметика конечно очень очень мало положили возможно будет клапанка по углам подтекать потом но это возможно надо проверить трубки топливные все нет дело в том что подкачного насоса здесь нет не столько ручная прокачать у нас не получится есть то есть некое количество тут способ первое сейчас мы что будем делать сейчас нам нужен аккумулятор диагностика если форсунки заклинили у нас будут обороты у нас будет расход воздуха все необходимые параметры и самое главное у нас будет датчик давления показывать давление вот то есть будет говорит о том что у нас все прекрасно но форсунки распылитель из заклинившие там стоит у нас мультипликатор надо распылитель если опять же моя сейчас версия подтвердится после того как уже все запустится вроде бы будет возможно она будет работать неровно когда уже прогреется будет рабочей температурой и все отлично тогда на горячий надо будет делать уже тест на обратку и убедиться в том что у нас форсунки не сливают это первое второе надо будет убедиться в том что ребятки не перепутали хотя здесь помечено вроде 4 3 2 1 местами думаю что не перепутали форсунку выдирали вот здесь даже кусок клапанной крышки ну слава богу не выломали компрессии есть обратно щелки обратно обратно на зарядку компрессии есть то есть значит метки поставили правильно ну можно предположить hydron натяжитель стучит он не на не прокачался маслом когда обычные простые такие вещи я пользуюсь лавочи мне проще быстрее когда что-то уже какие-то адаптации прописки установки тогда уже беру жескан посмотрим что там у нас ошибки по низкому давлению по идее не должно быть ошибки нету потому что давлением топлива предположительно все в порядке так регулятор количество расход воздуха и обороты 14 8 6 2 количество топлива 51 так смотрим оборот сперва обороты есть так вот давление топлива должно быть до 270 до 300 так все штуку бросаем будем сейчас ее сейчас будет громко страшно с ним датчик давление мы должны услышать от форсунок которые начнут расклинивать или подавать хоть какое-то количество во первых двигатель начнет реагировать это первое будут такие ударные ужасные звуки как будто кто-то молотком херачит по поршню а на старт переключить нет это не опасно о она запустится видите то есть так и есть топливные форсунки заклинили но просто у нас аккумулятор не дает ли нам я думал перекурить на на минут 10-15 отрисовали поставили обратно, фарсунки 4 дня лежали в стакет, вот при такой температуре, не закрыли ничего, все, потом поставили, она сделала вот так, как сейчас она сделала, завелась, и на 500 оборотах, когда я начинала газ давить, она приглотала, даже заглохла, и в следующий раз завелась, и работала 500-600, 2 минуты, потом сделала вот так, я открывал тут примерно, я смотрю, я говорю, я прям тут смотрю, она открывает, во-первых, потому что метки перепутали, и как только они перепутали, при первом вращении тут же встретились клапана с поршнями, слава богу, что здесь клапана стоят у нас вертикально, и ровно упираются к грибкову поршню, поэтому клапан не гнет, ломает рокер, то есть они встретились с поршнями. Теперь, сейчас она у нас работала в аварийном, при высоком давлении, но при этом я почувствовал, что она работала мягко, есть большие шансы, что все будет хорошо. Все готово, нам теперь осталось довести здесь, вот сейчас смотрите, работает неровно, еще будут перебои, нужно все прогреть, все проверить, проверить прописаны ли форсунки, не важно, что они помечены, все перепроверить надо. Надо будет провести коррекцию, то есть сейчас также будем скидывать датчик, вот он. То есть вот эти дергания, это как раз-то сейчас последствия того, что они заклинили. Может быть она отойдет и все будет работать отлично, а может быть и нет. Ну что, сейчас будем греть, я думаю, согласуем замену предохранителя, перевернем шину свечей накала, то есть все, проведем все тесты и уже в конце вам все покажем. В целом ребята, которые делали, они молодцы, это как есть, то есть сломали очень-очень мало, очень мало, поэтому закончили мы буквально через два с половиной часа все проверки, это тест на обратку, то есть все проверки по форсункам, везде, всем свечам, все нюансы, которые я вам говорю, мы все проверили, до того, что проверили, не газит ли после ремонта головка, вышло что-то в районе 6-800, то есть там еще были запчасти, то есть был очиститель, то есть совсем недорого. Но, когда звонят клиенту и говорят, с вас 6-800, и он в ответ говорит, ребятки, что-то дорого, ну так и делай там, где дешево, то есть там, где первый раз перепутали метки, сломали рокера, повторно купили комплект оригинальных гидрокомпенсаторов, два раза взяли за работу, то есть первый раз заголовку, второй раз за рокера, взяли второй раз деньги, при этом в грубой форме сказали, чувак, мы с топливной системой не дружим, не знаем, поэтому одевайся и вперед от нас, и все, то есть там было дешево, но у нас, видите, чуть-чуть дороговато, ну, нам в любом случае, мы все закончили, все проверили, то есть на, с вашей стороны все в порядке, заводится пол оборота, а что за запах газа, я что-то подавелся, ну, вот, смотрите, работает прям шикарно, мягенько, то есть, пробег 175, пробег я смотрел, не скрученный, экология на месте, все штатно, все работает, то есть, так как сейчас там даже новые гидрокомпенсаторы, новый верхний цепь, натяжитель, поэтому ей еще работать, работать и работать, ну, все, всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok